9 октября во всех муниципалитетах края прошли памятные мероприятия, а также был проведен автопробег, посвященный 80-летию освобождения Кубани. И в Славянском районе это мероприятие привлекло много активных участников. Наша съемочная группа приняла участие в автопробеге. Ветераны вооруженных сил, представители общественных организаций, школьники, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ, молодые депутаты муниципалитета, жители Славянского района приняли участие в патриотическом автопробеге. Он стартовал от Южного рынка. Автомобили, украшенные флагами России Краснодарского края и Славянского района, проехали по дороге от Славянска на Кубани до Коржевского сельского поселения к мемориальному комплексу «Прорыв голубой линии» на реке Курка. И решением Совета ветеранов были собраны средства на строительство вот этого мемориального комплекса. Каждый гражданин, каждый житель нашего земляки сдавали средства на строительство этого комплекса. Потом, впоследствии, мы еще дальше начали развивать, делали здесь и карту непосредственно наших боев. Отметили торжественно освобождение нашей Кубани, нашей родной Кубани. И сегодня для каждого из нас, кто проживает на территории Славянского района, это священно. В этот день почтить память. У мемориала освободителям района председатель Славянского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство Александр Казуб сказал, что победа далась нелегкой ценой. Тысячи бойцов сложили свои головы, освобождая кубанскую землю от захватчиков. Вечная память героям. После минуты молчания участники автопробега возложили цветы к памятнику. Ветеран боевых действий, председатель Совета ветеранов погранвойств Славянского района Олег Давков отметил, что пограничники первыми приняли удар врага во время Великой Отечественной войны и всегда храбро сражались за Родину. Вместе с ветеранами боевых действий, ветеранами военной службы, вместе с нами находятся школьники, которые также присоединились к этой акции автопробег в честь Дня Победы. Сегодня такой же праздник, как День Победы, когда мы, кубанцы, особенно славянцы, отмечаем этот прекрасный праздник. Я рад, что среди нас есть участники боевых действий. Я рад, что пограничники. Мы всегда рядом и чтим память тех бойцов, которые отдали свою жизнь. Учащиеся Коржевской 19-й школы и студенты филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани также стали активными участниками памятной акции. Для нас большая честь участвовать в этом мероприятии, участвовать в автопробеге, возложении цветов. У нас в школе уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию. У нас есть свой музей, у нас в школе есть памятник, за которым мы ухаживаем. В школе у нас проходят экскурсии. Студенты филиала Кубанского государственного университета в городе Славянске-на-Кубани всегда принимали участие в патриотических мероприятиях. И в данном мероприятии мы не могли остаться в стороне. Мы участвовали в автопробеге, возложении цветов. И для студентов филиала данное мероприятие священное. Мы будем всегда об этом помнить и напоминать нашим детям, нашим внукам о том, как это важно. Своим участием в автопробеге к 80-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ славянцы еще раз убедительно продемонстрировали поддержку политического курса нашей страны и свой патриотический настрой. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».